Всем привет! Сегодня покажу вам одну из техник водного дизайна ногтей, которая привлекла меня именно тем, что нет необходимости опускать ноготочки в воду. Сразу скажу вам, что я далеко не фанат подобной техники, но так как было очень много запросов от вас, то я решила показать вам, как делаю ее именно я. Для начала выбираем понравившиеся нам лаки для ногтей. Столько оттенков, сколько вам хочется. В данном случае я буду использовать всего два цвета. Набираем в стакан прохладную воду. Теперь капля за каплей создаем круги на воде. Капаем в центр поверхности воды с небольшого расстояния или даже слегка касаясь воды. Если капли тонут или вообще не растекаются, значит лак слишком густой. Чередуйте оттенки так, как вам больше нравится. Затем при помощи зубочистки или дотса, я использую именно дотс с маленьким диаметром, создаем узоры. Узоры могут быть абсолютно разными, все зависит от вашей фантазии. Ну и конечно от необходимого вам результата. Рекомендую протирать инструмент после каждого использования, чтобы оставшийся на нем лак не испортил вам задуманный рисунок. После того, как ваш рисунок готов, необходимо оставить его в воде до состояния плотной пленки. В среднем на это уходит от 5 до 10 минут. За это время вы успеете нанести на ногти базовый слой лака и немного посушить его. Так как я хочу показать вам два варианта в результате, то нанесла разные оттенки. При помощи того же инструмента легкими движениями отделите пленку от стенок стаканчика. Поддеваем пленочку и вынимаем рисунок. Чем дольше лак находится в воде, тем плотнее будет пленка. Чтобы снять излишки влаги, просто приложите пленку к любой гладкой поверхности. Вот теперь рисунок готов к использованию. Мне хочется, чтобы цветные разводы покрывали лишь часть ногтевой пластины. И при помощи ножниц можно вырезать любую часть рисунка любой формы. Сегодня мне особо заморачиваться не хочется. Вырезаю треугольную форму и прикладываю к ногтю. Также необходимо плотно прижать пленку для хорошего сцепления с базовым лаком. Потом вырезаю еще одну часть, прикладываю к ногтю и прижимаю. После того, как рисунок найдется, вырезаю пленку для хорошего сцепления. Когда рисунок нанесен на ногтевую пластину с базовым лаком, его нужно покрыть прозрачным закрепителем. Главной целью этого видео было показать вам именно технику. Ну а различные варианты вы уже придумываете сами. Вырезайте треугольнички, квадратики, кружочки. Все, что вам хочется. У меня в данный момент на все про все ушло около 40 минут. Надеюсь, вы рады, что я наконец-то сняла видео на эту тему. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь, оставляйте ваши запросы на следующие видео. И до встречи на моем канале. Всем пока!